всем привет товарищи от марксистов ярославля от канала youtube канала товарищ ярославский сегодня поговорим о коммунальных проблемах экстренное сообщение по ярославской области по ростову великому ярославскому что 3000 ростовчан остались без отопления губернатор ярославской области в к об этом 14 февраля в 14 12 сообщает результате коммунальной аварии в ростове без отопления и горячей воды осталось 3000 человек температура в квартирах не более 10 12 градусов сейчас делаем все необходимое чтобы быстрее вернуть дома тепло поручил направить на ликвидацию последствий все силы и средства коммунальных служб района специалисты работают на помощь ростову привлекли бригаду малая комплексная энергетика из углича направили специалистов департамента жкх для организационной и конституционной помощи на месте так же поручил открыть пункты временного пребывания для жителей все работы должны быть завершены сегодня до 1900 с причинами обязательно разберемся сейчас держу ситуацию на личном контроле пишет соответственно губернатор ярославской области миронов что мы скажем простые ростовчане ярославцы россияне надо задаваться вопросом кто как обеспечивает работу коммунальных служб наших городов поселков сел кто ее контролирует как отчитывается перед жителями как советуются жителями какие соответственно есть гарантии и чтобы соответственно быть уверенным завтрашнем дне нашем завтрашнем дне наших детей внуков необходимо учиться брать под контроль чиновников руководителей от жкх они обязаны работать не для своего обогащения они обязаны работать для обеспечения и жизнедеятельности и для развития общества но только контролируя их мы сможем принуждать делать свою работу качественно привлекать нормальных подрядчиков вот и марксисты ярославля призывают жителей всех регионов поселков развивать свои народные рабочие сми как инструменты общественного контроля и порицания пишите нам о своих проблемах и решениях товарищи вместе будем это обдумывать также это касается простых обычных работников жкх рассказывайте нам пожалуйста о своих проблемах какие у вас зарплаты какие у вас свои труда и вместе это будем обсуждать и стараться решать на этом все по ростову также хочется рассказать о еще одном событии оно было 12 февраля вечером в дзержинском районе ярославля на улице большая норская была крупная коммунальная авария прорвало трубу водоснабжение частный сектор затопило вода поднялась так высоко что жители не смогли попасть свои дома и выйти из них вода по галитку в доме ребенка жалуются брагинцы в социальных сетях вот каток будет пишет антон горбунов так что мы видим что эти проблемы все более и более назревают то есть мы понимаем что в советские сети коммунальные выработали свой срок мы также понимаем что существующие ремонты они нацелены в основном к сожалению не на обеспечение жизнедеятельности она обогащение отдельных руководителей отдельных чиновников постоянно слышим эти скандалы коррупционные и чтобы соответственно этого не было мы должны об этом постоянно говорить и сами жильцы и сами работники этих коммунальных предприятий и служб так что призываем вас объединяться для решения наших совместных проблем только вместе объединившись научившись разговаривать и контролер контролируя чиновников выдвигая своих делегатов для контроля мы сможем обеспечить будущее нас наше общество наших детей наших внуков спасибо товарищи вам в доме тепла чтобы такие вот случаи у вас не происходили до свидания с вами был товарищи раз ласки марксисты ярославля